привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня будет видео про холода и копчения красной рыбы товарищ попросил закоптить по быстренькому красную рыбку и сразу хочу показать вам ошибки которые допустили они при заморозке это не я разделал мне вот такую же привезли она была вот так вот сложена и замороженная дело в том что при как мы в рыбу разделали и перед тем как вы заморозить ее хорошенечко помыли свечка на чистенькая и все но вот этого самая большая ошибка постоянно об этом говорю не мойте рыбу если вы морозить и просто отрежьте и голову хоза в этих пленку в эту пищу и как это было сделано но целиком не надо разрезать и тем более мы мокрую рыбу заморозили получилось вот что видите она как губка стала льдинки ну вода попала в рыбу или просто ее разорвалась вот вот здесь очень хорошо видно эти хороший большой кусок но он видите тканях лед то не туда его напихал это вот то что и помыли и потом заморозили неправильный подход никогда так не делаете как правильно морозить идеально рыбу есть меня на канале видео посмотрите ссылочку поставлюсь не забуду не хотите искать просто вот обрубили голову хвост уж вообще целиком вообще и не трогать не мыть ничего с ней не делать замотали как есть в слизи и в грязи слизь самая оптимальная хранилища рыбы с пленкой полиэтиленовой обмотали пищевой и в морозилку варь положили целиком потом от по разморозили и возбудно как свежие после помывки рыба вот такая вот получается я и размораживала сутки постепенно ну совсем совсем реабилитировать и не получится не получилось сейчас мы будем ее доводить пытаться во время засолки до ума чтоб она была хоть маленько получше поехали рыбу как морозить вы поняли да лучше а почему назывались вопросом почему когда горбушу магазину размораживайте она вот такая же получается потому что производство ее моют вот и все вот вам ответ море сколько снизу воды будет вытекать времени мало а вот соли надо и быстро видеть вот неправильно так ладно все давайте переходим засолки что мы берем берем какую-нибудь миску противень можно но противень у меня один на балконе занята второй вот он тоже занят высыпаем соль крупная без добавок сахар один к одному можно сделать разделанную рыбу взвесить и на один килограмм готовой подготовленной рыбы взять 35 граммов соли крупная без добавок и примерно 25-30 граммов сахару все это смешать и равномерно распределять по рыбе в это будет оптимальный посол потому что рыбу вымачивать мы не будем она и так у нас уже ползет из-за воды если мы чего чем будет просто тряпка поэтому смешивать крупную соль и сахар я беру в равных частях вы можете взять сахар чуть поменьше некоторые мне нравится сутковая то рыба но я буду ее коптить и копченом виде это будет замечательно идеально соотношение соли и сахара и когда буду я ее солить вот таким способом соль рыбу не пересолит понимаете тесно лишь соль лишнюю воду рыба на себя лишнюю соль не возьмет и соответственно она у нас не пересолится солите буду ну и тут часов 7 потому что она еще не совсем не оттаяла вообще 5-6 часов более чем достаточно для засолки красной рыбы вот такой некрупный если у вас здоровые там сорвавшие самцы то 8 12 часов минимум солить надо все из-за размера рыбы время засолки зависит но сейчас моя задача вернуть рыбе более-менее хорошее состояние чтобы она такая не была как губка и выкинуть из нее соответственно лишнюю влагу вот они здесь не нужно потому что чтобы за сутки нам не подвялилась и я начал ее коптить топить буду на работе в бочке все все покажу смотрю до конца все увидеть поехали все соль мы размешали у нас получилось засолочная смесь можете добавить сюда какие-то специи если хотите но так как я буду коптить рыбу списано добавлять много тогда возможно людям это не понравится в этом и делать не буду все берем тасс засолочный берем нашу рыбу видите ну как-то и мне еще там специалисты комментарии постоянно пишут что ничего страшного рыбу можно мыть мойки ребят мыть я рыбу не мой вот смотрите придавили что-то отряхнули просто отряхнули и укладываем так опять берем рыбину укладываем ее в мясом в соль придавливаем соль по равномерно покрывала все мясо это сухой посол быстрый но он очень эффективный и рыба будет посоле как нужно вот видите мои здесь где-то не придавилась просто обмах обсыпьте солью и отряхните лишние соли тут в два раза меньше если нас еще и сахар сахар нам поможет вернуть рыбу упругость она будет более-менее не идеальная но гораздо лучше чем было ну и так далее бы такая пожамканная это все из-за воды вода и рыба это враги когда рыбу достали из воды все больше воды на рыбе быть не должно старайтесь по максимуму просто тряпками обтирайте и все и сколько еще воды с нее вытеки то время засолки я вам покажу просто будет жить так уж и сосану рыба делать уже самое и оставляю ее для начала на 4 часа через четыре часа мы к ней вернемся и покажу что получается друзья вот видите сейчас рыбу я засолил уложил в таз и сейчас она начнет активно выделять влагу воду через четыре матча через четыре часа к этой время мы вернемся потому что делать это водой дальше которая сейчас выйдет рыбу я не мыла но влага которая выйдет из нее она была уже в рыбе изначально когда ее помыли перед заморозкой пока там ничего нету он ведь ничего не хрупает не булькает но уже начинает мокреть соль это процессы запустились все ждем четыре часа я покажу его дальше так ну вот друзья смотрите прошло четыре часа с момента засолки наша рыба и смотрите что с ней произошло какое огромное количество воды с нее вытянуло соль и сахар просто море воды она мне повод в этой жиже зачем это все нужно непонятно теперь рыба рыба стала плотнее заметно потому что мы добавили сахар сахар так вот воздействует на рыбу она такая плотная упругая теперь вытаскиваем ее из этой жиже в отдельную куда емкость но я обратно на противень это делал выкладываем и сейчас мы эту рыбу будем отмолвить как видите соль не вся растворилась и впиталась и вот нам нужно в этой жиже от этой соли нашу рыбу как бы отмыть да там ополоснуть просто грубо говоря все ополоснули отжали лишнюю воду и рыбу убираем в сторонку больше мы мочить эту рыбу не промывает не мочить ничего с ней не будем вот как она есть вот лишнюю соль в воде в этой шишке которая вышла из рыбы смыли все рыбу убираем на противень воду слили с этого таза все тоже нужно больше не нужно снова положили рыбу в этот таз после чего ждем еще пару часов чтобы рыба маленько дозрела и после чего уже сразу просто вывешиваем на вялку для людей буду возле балкона у меня между балконом прохладно там батареи нету но лучше всего вярить конечно где-нибудь гараже может поможет вярить очень хорошо в прихожей ставите вентилятор и чтобы ее обдувало главное чтобы не было поблизости источников отопления батарей и все будет отлично ну все сейчас она у меня поднялится и завтра мы уже пойдем коптить я покажу что и как будет так что смотрите до конца самое интересное еще впереди про копчение маленько становлюсь отдельно на микси до щепы и что там еще будем добавлять рыба завернуть а пойдем коптить раз покажу что и как в чем коптить будем смотрите коптение будет состоять у нас коптильная смесь лучше мешать смете делать это на шкурке мандарина сухие никогда их не выкидывайте собирайте очень классная вещь придает аромат вашему копченому продукту дыму просто сумасшедший немного листиков плавровых также пачка ольха щепа щепу храню на батареи на горячей средине мне там большой запас и она как раз подсыхает также пачка яблони делаем микс ольха дает нам свет хороший яблони дает ловкую кислинку приятную рыбе все дело перемешаю и пойдем коптить покажу бочку свою коптильную как я буду на работе следующее видео про копчение уже будет копчение будет холодная и она будет дома покажу другую коптильную в объем большой рыбы мою на разу не влезет дающие не пробовал ее новую кафе и попозже покажу закоптим ничего нибудь обязательно но дома на газовой печке так у всех сейчас успешно идем коптить друзья рыбка за сутки подвяливать все отлично с ней видите сейчас будем коптить коптить будем вот в таком устройстве . здесь прокоптили уже не одну тонну рыбы она чумазая но или как бы на качестве либо не отражается сделано коптюка просто обыкновенная бочка двусотка приварены прутки на не будешь если штрихов две кучки вот так вывешиваем вот здесь у нас типа кассета называем приемник сюда мы рассыпаем щепу подготовленного вставляя забиваем сюда вставляем она сточена под конус обыкновенная труба сколько на 80-ка не наверно 60 куда же там отверстие два штуки все накрываем все по тканям файкой игре есть у меня друзья копилки с дымогенераторами но сейчас у нас вам видите зима и коптильни с дымогенератором про точно не вариант на морозе бесполезно замерзает все попить невозможно вот отличная альтернатива обычная бочка ясно вешал сюда рыбу насыпем щепу я размешал добавил че домовато сухие было свежих шкурах мандарина парочку почистил кинул туда еще запах сумасшедший что это топила будет хватает его пахнуть сейчас приедала просто чагарю все засыплю сюда загружу и покажу как будем коптить как птицы это все дело будет в два приема сейчас 4 часа дня нагревают 4 и следующий раз нагрею 8 и потом посмотрю может быть нагрею чем 12 и к утру в рыба будет готова вот считайте за двое суток от процесса два дня занимает от засолки до готового продукта копчения по моему хороший результат быстренько все это дело хорошо подъяривать зачем засушивать прекрасную рыбу не стоит она чтобы она маленькая мягенькая была никакой корки закала нету все хорошо рыбу реабилитировать удалось она за все сейчас загружу неудобно снимать друзья ведь рыба развешено сюда без проблем входит 10 ким по половинке 20 половина получше все накрываю папа там у нас подчигарилась сейчас отзвыжу головок и будем коптить вот друзья происходит нагрев для наемности железной что получается сейчас очень быстро в бочке угорает весь кислород подсос воздуха тут есть через этот из никода на всю нигде так просто накрыли но прямого доступа кислорода здесь нету его достаточно для того чтобы у нас щипа вот это другое не горело оттвела и там создается какой вакуум и под вакуумом небольшой дом там есть на него налепает вот это весь сиан наш дым дальше на рыбу садиться и получается копчение конечно не проточное копчение в деревенской коптилке там и понедельник копья но это альтернатива дымогенератором зимой дымогенератором ходят и не вариант дымогенератор снега горячий сверху холодный получается конденсат чипа мокрик и вот тут не горит вот альтернатива одна из вариантов на кожу такую трубу вот еще одна коптилка стоит щиток электрический в принципе тоже самое знает сюда газета нагревается и все можно копить вот так видела все легко и просто так ну все не доставали с нечего этот нагрев я поставил утро в уши вся щипа уже выгорела она потихоньку будет 4 часа и не настывает это дело уже надо проверить через 4 часа я повторю эту процедуру и через 8 часов в принципе рыба уже будет готова и сильно долго за 5 таких коптилок я бы интересал вот там не давать нам рыбу на минуту 5-6 закладок делаю рыба будет теплее, зелее но не очень полезно станут так мягко говоря да все таки это процесс напрямая вся галь все осталось на рыбу это не есть хорошо но это вкусно и что поделаешь ладно мне сейчас я прокопчу и завтрак уже хорошо получилось вот процесс вот тут вот тут вот вот видно нагрелась труба очень горячий но при этом коптилка просто чуть-чуть-чуть теплая сейчас здесь голосов 22 но она уже 23 утро у нас по ночи и ночь ранее утро пойдем посмотрим что получилось и получилось с нашей рыбой смотрите на это видите 8 часов копчения цвет какой-то все супер пахнет такой мандариновый цитрусовый запах шикарный сейчас рыбу нужно снова развесить и дать ей немножко провесеться, проветриться сразу кушать ей не нужно пить все коптилось она мокая отпачивает как бы там холодно но кондица короче сейчас она обсохнет будет и свет еще более яркий и насыщенный и будет все отлично ну не знаю, что же она может закончить это видео все получилось так нужно всем кому было интересно и полезно ставьте пальцем вверх пользуйтесь моими советами, засаливайте, замораживайте рыбу правильно пользуйтесь, засыпайте щепу, добавляйте всякие миксы это вкусно при копчении там шкурочки, лавровые листья можно в детский орех добавить, хочу вариантов масса, зеленый чай все это мы расскажем чуть позже потому что в следующем видео будем уже коптить не в этой бочке, а буду коптить дома в новой коптильне будет новый рецепт и новая коптильня все, друзья, всем спасибо за внимание, что смотрели до конца все пишите комментарии, все читаю, пытаюсь всем ответить всем до встречи и всем пока а рыбка просто огонь